Эхе-хе, когда тебе за 60, ну, видеть однозначно стал хуже, вот замечать стал больше, да и много что прошло на памяти. Помните, как строили дамбу? Уже мы с вами помним точно. И даже госпожу Матвиенко на строительстве этой дамбы мы помним. Дамбу построили. Ломоносов и Кронштадт вздохнул с облегчением. Ну как же, транспортная проблема решилась. Вот только маленький нюанс. А чего у нас там? Кто отвечает за дорожное полотно? Что у нас с колейностью? Но ведь ремонт тоннелей под судопропускным сооружением номер один уже просто достал автомобилистов. На мой взгляд, виновата колейность и, конечно, качество дорожного полотна. А второй момент, транспортный. Это наши любимые паромы, на которых мы катаемся в Северную Европу. И вот лично я 1 декабря отправился в круиз. 5 декабря вместо 9 утра я вернулся в Санкт-Петербург в 19.30. Дамба была закрыта. Ветер дул. Закономерный вопрос. А кто закрывает дамбу? А кто все это прогнозирует достаточно точно? Почему летом и ветер дул, и дамба была открыта? Ну, странно это все. Ну и, конечно, надо сказать еще об одном нюансе. Я живу в Петродворцовом районе. От моего дома до Финского залива, ну, буквально метров 500. Но почему после строительства дамбы так невыносимо воняет от Финского залива? Вот я не думаю, что это просто совпадение.